Здравствуйте, это КФХ Геррифорд. Здравствуйте, сейчас хотим показать, как мы уже в некотором приближении доделали наш навес для дойных коров, его удлинение, увеличение количества бокса мест, соответственно, к тому количеству, которое у нас уже было ранее. В настоящий момент вы видите вот это, это внутренняя сторона бокса, мы находимся там, где грубо говоря должна быть голова коровы, когда она лежит. Отсюда мы видим засыпанный песок, где-то в этом месте песок выше, чем рядом с навозной аллеей, где-то с уклоном под 5 градусов. Высота шеи вот этого бруса, который находится на краю бокса, где-то метр, то есть 80-90 сантиметров от уровня подстилки в этом месте. Шельный груз, высота где-то метр двадцать от уровня подстилки в том месте, соответственно. Сейчас у нас, как видите, засыпан песок, сверху немножко притрусили известью для некоторой дезинфекции и сейчас прикатили рулон соломы, будем набивать сами боксы соломой, так, чтобы у нас была всегда сухая верхняя часть подстилки и свежей соломы, которую мы будем по мере необходимости выгибать с краешку, ну и закидывать, делать перинку как-то для коровы. Сейчас, грубо говоря, мы будем открывать это место в первый раз для коров. Как они будут на это реагировать? Мы, значит, сейчас будем снимать вот эти ворота, их вообще уберем и потом у нас там, я уже говорил, частично здесь есть логово, которое коровы используют, потому что не хватало мест у нас в боксах в том отсеке. Сейчас это логово закроем и будем там делать столбы и еще делать вот такие же боксы. Значит, что мы сделали сейчас в этом помещении? Во-первых, закрыли фасад. Вверх дверей поликарбонатом, вверх, выше дверей все закрыли пленкой тепличной. Здесь вот эти части тоже закрыли пленкой тепличной, вот как видите, вот все закрыто тепличной пленкой. Вот здесь сделаем калитку, еще не сварил. Вот сейчас, может быть, дай бог этим займусь. Сейчас мы будем чистить кармановозный проезд и поэтому его открываем коровок. Вот коровки идут, испытывают, видите, как заходят в эти боксы, как бы смотрят, им надо привыкать какое-то время. Вот здесь у нас 9 боксов дополнительных. Часть коров в запуске, поэтому должно на вот эту часть коров, которая у нас осталась здесь, теперь боксов хватит на всех. Ну, такое содержание для нас будет в первый день, как говорится, что все коровы будут в боксах. На всех коров будут боксы. Все коровы должны быть в боксе, потому что, в принципе, мы заметили, никакая корова нигде на навозную аллею не ложится. То есть, даже если, как у нас раньше было, еще часть глубокой подстилки, коровы все равно предпочитали, даже если некуда лечь на глубокой подстилке, не предпочитали боксы, нежели, само собой, навозной аллеи. Вот, так что, если мы закроем сейчас часть глубокой подстилки, то, по сути, вымасаться корова нигде не сможет. Только в условиях грязных боксов, за состоянием которых, в принципе, мы наблюдаем, ну, два-три раза в сутки. То есть, проходим, проходим, подгребаем, проверяем. Все это нормально, недели, недели заходят, чтобы салон не держать. Вот, сейчас, сейчас уже более равномерно. Шейный брус работает. Дима ударился головой. Сколько мы уже нас ударили, да? Да. Значит, по совету наших подписчиков сделали вторые ворота, вот, которые мы делали, вот, видите, одни ворота вот это, вот вторые ворота. Мы сделали вот эту диагональную распорку по-другому. То есть, теперь у нас одни ворота сделаны так, как советуют подписчики, а вторые ворота мы сделали так, как мы сподобились сами их сделать. Как мне показалось, что это разницы никакой. Подписчики по опыту говорят, что разница есть. По эксплуатации мы посмотрим. Значит, вот, хотелось показать, как выглядит это все изнутри вот сейчас. Я сейчас сниму это помещение снаружи. Ну, чтобы было понятно, вот, где я сейчас нахожусь, вот, смотрите, вот здесь, вот здесь, здесь будет проход, и вот там будет установлена поилка, еще одна. Коровы будут проходить вот сюда, и здесь будет вторая очередь боксов, вот, начинающаяся от этих столбов. Вот это место все, где сейчас лежит солома, будет забетонировано до ворот. И коровы будут вот здесь ложиться головой в ту сторону. Это будет вторая линия боксов для тех нетелей, которые у нас еще не отелились. Вот, это наши нетели. Да, золотая, да. Вот. Вот такое строение, ну, мы как бы сегодня можем сказать, что мы фактически закрыли тепловой контур, и там мы пленку повесили. Вчера Алена ездила, купила. Вот. И фасад закрыли, тоже большое дело. Тут снег недавно был, все сюда намело, как бы мы тут в таких условиях работали. Вот. Ну, сейчас все закрыто, и уже приятно это внутри находиться. Вот, кроме вот этой калитки, я ее, дай бог, сейчас сварю. Вот, смотрите, как это выглядит снаружи. Так, здесь вот это очень быстро монтируется пленка при наличии вот этого зигзага. Вот этого профиля и вот этого, вот этой пружинки. Значит, просто превращается работа в приятное такое времяпровождение. Очень быстро и хорошо, ровно натягивается, и все. Всем советую иметь такую пружинку. Помещение у нас холодное. У нас нет никакого смысла его нагревать, и пленки нам вполне достаточно для этих целей. И вот такие вот большие площади, как видите, мы перекрыли пленкой. Это нам позволяет, ну, хорошо сэкономить. Так, вот теперь дальше. Смотрите, вот одни ворота, это будет кармановозный проезд, чистится. Многие говорят, навозный проезд. Пусть будет навозный проезд. И вторые ворота, вот, навозный проезд. Внизу щели закрыли транспортерной лентой. Вчера купила Алена в тракторном магазине. Да, по низу. В принципе, не делаем закрытый полностью контур. То есть, у нас есть щели на под крышей, есть на кормовом столе сам корововой стол, это щель. Но нету мест, где будет создаваться гвозняк и тяга воздуха, которая заставляет коров банально заболевать. Да, сейчас мы коров выпускаем на прогулку, чтобы в это время почистить навоз на навозном проезде. Вот. Сейчас я сниму это все дело с той стороны. Ну да, да, да. Не дают тебе твоего теленочка. Вот. Вот как это здесь выглядит. Ну, тут уже двери открыли. Вот здесь двери сделаны. И как мы хотели, и как наши подписчики говорили. Мы сделали крест-накрест. Короче, там подписчики советовали, как я помню, делать перегородку, вот эту упорную перегородку ровно в навес. А она сейчас сделана вниз. Соответственно, вот здесь создаются дополнительное напряжение на излом вот этой вот балки. Так что это не то все равно. Ну вот, с этой стороны у нас примерно 10 метров вот перекрыто вот так пленкой до самого верха. Как видите, вот там отверстие, и мы ничего не закрываем. И здесь ничего не закрыто. Здесь будет кормовой стол. Вот. Все сейчас подготовлено. Ну и вот дальше весь наш навес, который был. Вот. Вот как выглядит наша пристройка. У нее есть один недостаток. Она не горизонтальная. То есть, у нас и боксы не горизонтальные. То есть, чуть-чуть идет уклон по местности. Если бы мы это не сделали, нам бы пришлось очень много земельных работ проводить, и мы бы углубились в яму, в конце концов. Вот. Это было бы плохо. Ну вот так. Так сейчас выглядит наша стройка, которую вот мы уже долго ведем и очень хотим закончить, как бы. Чтобы, прежде всего, меньше расходовать соломы, чтобы коровы находились в боксах. И вот это вот логово, которое у нас сейчас убрать. Вот даже посмотрите со стороны. Вот логово. Я сейчас показываю. Вот видите, вот часть. Это буквально тут пять метров загорожено. Вот как выглядит логово. И вот как выглядят боксы. Смотрите. Вот как выглядят боксы. То есть, в боксах чистая солома. И только с краю могут быть ляпушки. Вон чуть-чуть есть. А на логове, понятно, всегда будет вот такое состояние, как оно есть. Несмотря на то, что мы здесь подбрасываем солому на логове, ну чуть ли не два-три раза в день. Вот. Вот там все боксы у нас дальше продляются. Вот видите, линия. Вот теперь будет у нас... И вот сейчас мы логово это закроем. И там пробурим дырки, ну отверстия. И забетонируем столбики для... Еще добавим туда на этих пяти метрах. У нас должно поместиться самое меньшее четыре бокса. Ну все. Сейчас Дима будет чистить кармановозный проезд. Ну а вот строение-то как выглядит вот так. Сегодня днем у нас был и дождь, и сейчас солнце. Уже закат. Коровки водичку пьют, как будто бы там у них нет. Ну вот так происходит чистка. Фактически нужно три проезда. Вот это состояние навозного проезда, накопленное за сутки. Вот сейчас Дима чистит. Смотрите как. Ну вот так это выглядит после чистки. Вот после одного проезда. Потом он проходит второй раз и зачищает, если еще где-то останется еще раз. Вот и все. Вот линия боксов. Вот эти промежутки мы тоже уберем. Это мы оставляли, думали мы там будем делать линию боксов. Сейчас уберем поилки, уменьшим место для поилок. Еще подделаем боксы. Ну короче, мы здесь доделаем до конца. Все будет хорошо. Вот здесь у нас проход на дойку. Коровки заходят в доильный зал. Ну все, вот Дима возвращается сейчас, чтобы еще раз пройти. Ну все, всего всем доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok